Рассмотрим небольшую такую обводочку. С первого взгляда она кажется довольно-таки обычной. То есть белая обводка, после нее идет черненькая обводка. Но не тут-то было. У нас здесь есть помимо букв еще такая черточка, которую мы любим оставлять. То есть оставляем, буквы стираем, а черточки оставляем. Клинер, когда он мне это скинул, у нас получилась вот такая картинка. После чего я звук перевела, получилось у нас вот так вот. Перевела и спозиционировала. Сейчас наша задача поставить вот такую обводку, как в оригинале. Вот такую. Но если мы посмотрим повнимательнее, то увидим, что здесь между буквой, черточкой и вот этой буквой, вот здесь нет никаких переходов. Нужно это тоже учесть. Что можно сделать? Итак, можно, во-первых, вот у нас полоска эта и вот буква V. Кликаем на букву V, делаем обводку беленькую, внешнее свечение черненькое. Давайте потоньше. Вот таким сойдет. Копируем этот стиль, скопировать и на полоску применить, склеить. Мы видим, что здесь у нас есть этот переходик, который нам нужно будет убрать каким-то образом. Это можно сделать либо сделать новый слой поверх вот этого всего, взять кисточку и беленьким тем самым штришком, просто напросто зарисовать это все. Но есть варианты попроще. Это дело мы сейчас уберем, вот эти обводочки. Они сейчас не нужны. Мы уберем все вот эти буковки. Шквик, V и K и плюс полоску. Объединяем все в одну папочку. Я ее назвала Шквик. Как звук называется? И на эту папочку, на эту группу, склеиваем все слои и получаем именно то, что нам нужно. Вот. Так, на этом все. Подписывайтесь на канал и вы будете профиком вообще во всех этих фишках, нюансах и так далее. Пока-пока!